Друзья, всем привет! В этом видео я хочу сделать небольшой анонс нового сервиса для наших туристов. В общем, мы решили запустить для наших туристов аренду экшн-камер. Первый экземпляр, вот он, уже есть в наличии. Значит, это экшн-камера Xiaomi ULight. Значит, почему именно она, я объясню в другом видео, потому что это анонс, как бы, самой услуги. Значит, смотрите, почему мы это решили сделать. Значит, каждый турист, да в том числе и я, как бы, когда отправляется на отдых, в путешествие, хочет сделать интересные снимки, видео и тому подобное, чтобы поделиться этим со своими друзьями, там в соцсетях, в Facebook, Instagram, ВКонтакте, либо еще каких-то других. И, в принципе, это все можно, конечно, сделать и с помощью телефона, и это у всех довольно отлично получается. Либо можно даже взять более профессиональный подход и, конечно же, взять фотоаппарат. Но, друзья, если вы хотите снимать в экстремальных условиях, то, поверьте моему опыту, да и опыту других туристов, путешественников и различных людей, что именно в экстремальных условиях незаменимым является именно экшн-камера. Почему? Потому что она маленькая, компактная, с ней можно снимать под водой, делать видео, фотографии. Ну, просто масса положительных функций именно экшн-камера. Так вот, друзья, именно для наших туристов первую очередь. То есть, в первое время, как минимум, этот сервис и эта услуга будет доступна только туристам, которые заказывают у нас туристические услуги. В будущем, возможно, скорее всего, будет эта услуга реализована и для не наших туристов, то есть, для всех желающих, которые захотят взять в аренду себе экшн-камеру, либо другое туристическое оборудование, либо предметы. Да, друзья, будет немножко шире эта услуга, потому что есть много предметов, которые необходимы во время путешествия, но их не стоит покупать, потому что это нужно кратковременно и не на постоянной основе. Либо эти предметы дорого стоят и нету целесообразности в покупке такого оборудования, потому что оно крайне редко используется. Если вы нечасто его используете, то проще взять в аренду и гораздо это выгоднее взять в аренду. Потому что именно для наших туристов условия этой аренды будут самые выгодные и удобные, которые просто вообще только существуют в Украине. И еще хочу дать немножко такое вот объяснение, почему же я решил запустить этот сервис. Ну, в первую очередь, потому что много всего, прежде чем давать туристу вообще вот с туристического продукта, то есть там туры и тому подобное, перелеты, страховки, бронирование гостиниц, услуги и тому подобное, я лично много чего испытал, и поэтому я могу передать туристам именно реальную картинку, а не то, что там возможно быть. Да, есть некоторые моменты, которые нельзя предусмотреть, но большинство всего того, что мы предлагаем туристам, естественно, я испытал собственно на себе. Вот поэтому, значит, когда я решил приобрести такое оборудование, ну, я изучил много информации в интернете, в ютубе, и дело в том, что нашел одного как бы умного блогера, который сказал, если вы хотите чего-то купить, то есть, ну, конкретно было это не за экшн-камеру, это было за фотоаппарат, и, значит, что он сказал? Вы можете копаться днями, ночами, месяцами, смотреть видео, читать обзоры, отзывы и тому подобное. Но, чтобы вы понимали, как этот фотоаппарат, эта экшн-камера и тому подобное будет снимать, нужно взять именно ваши руки и посмотреть, какой результат от того или иного оборудования будет именно в ваших руках. Так вот, друзья, открываю интернет и смотрю сервисы, которые предоставляют такие услуги по аренде экшн-камер. Ну, есть. Хорошо. Смотрю на стоимость. Я в шоке. Значит, чтобы взять в аренду экшн-камеру, ну, к примеру, там GoPro я рассматривал. Почему все-таки я выбрал Xiaomi? Тоже, как бы, будет отдельное полноценное видео. Тут я, может, пару слов скажу, но будет отдельное полноценное видео, почему Xiaomi, а не GoPro. Хотя и линейка GoPro, я думаю, у нас пополнится. Так вот, значит, цена просто нереальная. Как бы, отпадает все желание вообще это все брать в аренду. Дальше. Условия тоже просто нереальные. Нужно оставить залог в размере стоимости этого оборудования. Хорошо. Я согласен по поводу залога, что все-таки это ценная вещь, и она стоит денег. И если, конечно же, допустим, что-то произойдет с этой экшн-камерой, то, как бы, в судебном порядке разбираться, как бы, не совсем удобно, потому что, ну, стоимость, как бы, вроде бы и не маленькая, но не для того, чтобы идти в суд. Хотя это, ну, тоже другой разговор. Так вот, как бы, ладно, упустим тот момент, что нужно оставить залог, когда, хотя у туриста нету. Но, к примеру, вот вы собираетесь на отдых. Мало того, что вам нужны деньги на вашу путевку, так еще и нужно, как бы, получается, оставить залог за экшн-камеру и, соответственно, как бы, заплатить за ее аренду. В общем, сумма, получается, немаленькая. Поэтому, значит, я пришел к выводу, что именно для наших туристов мы сделаем самые выгодные, комфортные и удобные условия аренды этого оборудования. Все условия по аренде, как оформляется, что входит в аренду, на какой период, будет все подробно расписано, детально на нашей отдельной страничке, которая будет посвящена этому сервису, на сайте PSN Travel. Ссылка будет внизу под этим видео. Дальше. Вы скажете, в принципе, как бы, можно снимать это все на телефон. Да, можно, но, друзья, вот реально, как бы, опыт мой личный, опыт туристов, это, во-первых, не то. Во-вторых, вот если вы едете, к примеру, в Египет, и вам нужно сделать видеосъемку. Кстати, да, в принципе-то в Египте можно это все заказать, если вы заказываете дайвинг. Но, к примеру, если вы заказываете дайвинг и закажете фото-видеосъемку под водой, то средняя стоимость, по-моему, там составляет от 15 до 25 долларов. Ну, в принципе, это не маленькие деньги. Вот. А условия аренды для наших туристов будут гораздо выгоднее, чем вы сможете заказать это там в Египте, когда заказываете дайвинг. Плюс то, что вы получаете видео и фотосъемку под водой, когда вы заказываете дайвинг, то в среднем там буквально несколько минут видео, ну и несколько там фотоснимков. То, друзья, когда вы берете эту экшн-камеру в аренду, у вас нету, первое что, ограничения по продолжительности. Да, есть небольшое ограничение, но это техническое ограничение. Значит, это размер флешки, то есть сколько может поместиться видео. Значит, на видео тут флешки хватает на 1 час 53 минуты и просто нереальное количество фотографий. И после этого, если вы все-таки заполнили эту флешку, вы можете перекинуть все эти материалы, снятые на экшн-камеру, на ваш носитель информации и дальше продолжайте запись фото-видеосъемки. Плюс, друзья, опять незаменимым экшн-камерой является ее универсальность. Значит, если вы хотите запечатлеть там большее количество какого-то там видеоматериала в вашей поездке, то, естественно, как бы укомплектовываться будут они, ну, экшн-камеры в аренде, некоторыми, значит, аксессуарами, которые необходимы для комфортной видео- и фотосъемки. Значит, тут я в видео все рассказывать не буду, но перечне там в описании на сайте будет все, что вы сможете взять в комплекте в аренде. Ну, первое, что хочу показать, удобство ее, так это то, что вот, к примеру, есть такая вот прищепка. Для чего она нужна? Смотрите, значит, то есть камера закреплена в кейсе на этой прищепке. Значит, вы ее повернули, к примеру, повернули камеру. И вот она у вас снимает все, что находится перед вами, когда вы двигаетесь. Удобно уже тестировал. В принципе, как бы, если вы вот с рюкзаком идете, единственное, что, друзья, стабилизация в этой камере есть. Но, все равно нужно максимально плавные движения, чтобы картинка не дергалась и не трассивалась. Поэтому, если вы вот таким вот образом будете что-то снимать, то ходить нужно все-таки максимально плавно. Дальше. Съемка под водой. Снимаем экшн-камеру. Снимаем экшн-камеру. Из прищепки. Достаем ее из кейса. Все, вот она легко досталась. Ставим подводный бокс. Тоже легко и просто. Никаких сложностей не составляет. Только снимаем защитный колпачок. Закрыли. Кейс. Все, камера готова для съемки под водой. Сняли еще один колпачок. Ребят, все, одели себе на руку. Одели себе на руку. Запиксировали. То есть, она у вас никуда от вас не денется под водой. То есть, можно плавать. Все. Все удобно. Значит, дальше. Все-таки, если она каким-то образом здесь как-то оторвется, то эта ручка является поплавком. То есть, она всплывет. Все. Никаких сложностей нет. И самое главное, что все делается одной кнопкой. Вот. Одна кнопка. Вы ее нажали. Итак. Нажали кнопку. Камера включилась. Также у камеры есть дисплей с обратной стороны. То есть, если вы снимаете перед собой что-то, это все естественно видно. Ну, если вы снимаете себя, то просто нужно как бы правильно ее направить на себя. Так что, вот, друзья. Спокойно фотографируйте. Снимайте с собой видео под водой. Или любые другие ваши интересы во время отдыха. Также там будет в комплекте, если в этом есть необходимость и крепление на руль. Ну, в общем, будет камера полностью укомплектована. Поэтому будет очень комфортно вести ваше видео и фотосъемку во время отдыха. Также, друзья, еще хочу сказать, что эта камера уже прошла испытания нашими туристами. Видео. В принципе, я тоже прикреплю ссылочку под этим видео на нашем канале в YouTube PSN Travel. Вы сможете посмотреть, как девушка, турист, обычный турист, которая не является профессиональным каким-то юзером такой техники, уже снял с легкостью видео с помощью этой экшн-камеры и в гостинице, и под водой. То есть, никаких сложностей нет. То есть, камера уже прошла тест, и с этим справится абсолютно любой турист. Друзья, на этом моменте я, наверное, уже буду завершать это короткое видео-анонс. Всем напоминаю, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы путешествовать всегда выгодно, безопасно, комфортно и только с положительными впечатлениями. Пишите в комментариях под этим видео ваши пожелания, впечатления, ну и любую другую информацию, которая связана с путешествием. Я это все читаю, стараюсь отвечать. Ну и думаю, другим туристам будет полезно. Не забывайте ставить ваши лайки и нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на нашем канале. Как путешествовать всегда выгодно, безопасно и только с положительными впечатлениями. Продолжение следует...